В основном в играх чемпионов участвуют ребята из старших групп детских садов. Детвора соревнуются в эстафетах, бегает, прыгает и играет с мячом. Задача сложная – не только справиться с заданиями, но и показать умение работать в команде. Первый этап городских состязаний прошел в начале июня. Вполне сложившееся мероприятие. Оно было традиционное до года пандемии. Потом у нас три года были ограничения. Вот в этом году мы снова возобновляем эту историю. Это спартакяда дошкольников для нас большие планы. Для детей спартакяда – настоящий праздник. Очень детям интересно. Они, конечно, воспринимают это как праздник в первую очередь. И они с задором, с интересом участвуют. Вот буквально один ребенок у нас заболел перед этим мероприятием. Очень расстроилась. Им это важно. Это действительно важно. Пробовать свои силы, участвовать. Это хорошее мероприятие. По мнению опытных педагогов, спартакяда и подобные события очень важны для дошколят. В первую очередь это развивает физические способности, выносливость и упорство. А еще прививает деткам любовь к спорту и здоровому образу жизни. Для их развития, для их, чтобы они попробовали свои силы действительно, чтобы они знали, на что способны и школьные олимпиады, и спортивные мероприятия. Это очень важно для их становления личности. Они же у нас личности, идут в взрослую жизнь. Это очень важно. До шкалята готовятся к спартакеаде весь учебный год на занятиях физкультурой. Маленьких непосед сложно удержать на месте, но у каждого преподавателя есть свой подход. Это профессионализм педагога. Педагогам нужно родиться, и тогда у него все получается. Но я их люблю. Я с ними играю. Все даю в сюжете, и это их увлекает. В дальнейшем игры чемпионов планируют развивать, насыщая соревновательную программу различными видами спорта.